Вот наклон Невьянской башни. Она отходит от середины более чем на 2 метра. Вот все помещения башни, которые есть на сегодняшний момент. Поднялись башни по этой узенькой лестнице с настоящими железными ступеньками из металла XVIII века. В помещении лаборатории на третьем этаже башни. Вот по такой лестнице поднялись. И вот по такой лестнице сейчас поднимемся дальше. Демидовы построили и башню в 30-х годах XVIII века. И рядом у Зальба. Но у Зальба сгорела в XIX веке и ее не стали восстанавливать. А важнее до сих пор и есть. Поднялись по лестницам куда-то высоко. Мы перешли. 12 часов. 12 часов, да. Добрый день, добрый день. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! В слуховой комнате вы должны прежде всего вспомнить, как вы умеете разговаривать шёпотом, очень-очень-очень тихим. Этим самым тихим шёпотом разговаривать будете друг с другом, а вставать друг от друга будете далеко. Противоположное по диагонали углы. Два собеседника встанут таким образом, два собеседника вот таким образом. Разговаривать будете друг с другом, но смотреть друг на друга не будете. Спиной друг к другу повернете, шлиптать будете в угол. Обычный здесь диалог. Вы вставали практически одновременно по четыре человека, но слышали вы друг друга только парами. То есть звуковых дорожек две. По одной диагонали, по другой диагонали. Для того, чтобы звук распространялся таким образом, нужно, чтобы здесь был особый сводчатый потолок. Не просто вам говорили о том, что мы здесь новая, где вынимаемся. Мы с вами на первом восемьгранном ярусе. Углов вакуумных проемов больше, а самое главное, мы в часах. Вот они перед вами. Стёплые окна сделаны специально, чтобы рассматривать было удобно. Прямо перед вами музыкальный вал. Прощался несколько минут назад. Музыкальный вал, как допустим, будет сравнивать с музыкальной шкатулкой. Сравнение абсолютно правильное. При вращении шпенёчки, которые выступают над поверхностью вала... Вот там маятник, потом вот по этим железякам. И тут сигнал к стрелкам, а вот на этой чёрной штуке с обратной стороны прикреплены часы. Циферблат от часов всего. Циферблатов четыре. То есть четыре циферблата на четыре стороны света. Подлинные металлические. Вот эти квадратики. Блиты 18 века. Вот длинная дверь 18 века. И вот внутри стены вход наверх. По этому ходу мы уже поднимались и спускались. Козёлный завод в Верхотурске на Кеневе построили. Никита, основоположник. Никита Демидов, ты сын его Акинфи. Акинфи из другого портрета на вас смотрит. Построили здесь, неподалёку от Немьянского, ещё пять заводов. У Никиты к концу жизни, а он умер в 1725-м, шесть заводов на Урале. Шесть заводов от Никиты старшего, Никиты отца, доставили Акинфию. Заводы строить продолжил. К концу своей жизни заводов имел 25. Реконструкция рабочего кабинета Акинфиа Демидова. Геометрия Магнитского, образцы, руды. Вот карта ведомства Демидовых, то есть государства-государства, это их земля. Это была схема самого Немьянского завода. Башня в центре. Это была из пруда, который рядом был, и затопила и сам подвал, и производство, и людей соответственно. Но мы с вами ещё раз знаем, что это легенда. Подвала под башней нет. Если что и делали, то не здесь, не на Урале, а на Алтае. И вряд ли это были монеты. Слишком затратно. А вот серебро на Колыванском заводе от медной руды, в которой серебро содержалось, отделять научили.